Всем здрасте, меня зовут Дима и сегодня я вам буду рассказывать про Huawei FreeBuds 4i. Это True Wireless гарнитура, которую сейчас в Украине благодаря разнообразным акциям можно купить за 2000 гривен. Я не знаю, какая цена будет потом, но суть в том, что на текущий момент я считаю, что это очень приятный ценник и наушники эти за эти деньги весьма хороши. Сейчас я вам буду рассказывать, почему я так считаю. Собственно, выглядят они в кейсе следующим образом. Написано, что это у нас такие Huawei. Кейс имеет такую вот яйцеобразную, наверное, ее можно назвать овальную форму. Он снизу плоский, но не спешите раскатывать губу. Здесь нет беспроводной зарядки, можно только по проводу через вот этот Type-C порт заряжать. И, что немаловажно, это один из немногих недостатков этих наушников. В кейсе не очень большая батарейка. Ее емкость составляет 215 мАч. Емкость батарейки в самих наушниках в каждом по 55, насколько я помню. И зарядить кейс наушники может полтора раза, условно. Это очень немного. Вы все уже привыкли к тому, что там, ну, хотя бы несколько раз кейс наушники заряжает. Это золотой, как бы, стандарт. Но на самом-то деле больших проблем оно не доставляет, потому что автономность самих наушников очень хорошая. И мы к этому обязательно вернемся чуть-чуть попозже. Собственно, внутри кейса можно увидеть наушники. Кейс открывается абсолютно типичным образом. Он, кстати, это у нас наушники в белом цвете. Мне нравится. Спасибо ребятам из Huawei за то, что дали наушники именно в белом цвете. Я считаю, что они именно в таком цвете должны быть и висее. Apple тоже так считает. Но в отличие от Apple, Huawei понимает, что людям надо давать выборы. Поэтому есть и черные, и красненькие, и, может быть, какие-то там еще другие варианты для покупки доступные. Открываем еще раз кейс, если я ничего не путаю, то я его уже открывал. И изымаем наушники. Они изымаются довольно удобно, то есть нету такого же, их надо отсюда выковыривать по 50 раз. Ну, в кейсе ничего уникального нет. Есть контакты для зарядки. Один из них находится сверху, один из них вот там вот внутри. Я надеюсь, вам его видно. И он контактирует с вот этим вот контактом на ножке самих, в общем-то, наушников. Здесь у нас по самим наушникам. Давайте пройдемся по их внешности, и дизайну, и оформлению, и так далее. Помимо контактов есть отверстия микрофонов. Есть у нас, я так понимаю, боже, как это называется? Фазоинвертор это называется, для того, чтобы динамику было проще работать. Из негативного отмечу то, что, как вы видите, форма звуковода, она нестандартная. Поэтому прям какие угодно любые амбушюры сюда могут не сесть. Но на самом-то деле комплектные очень качественные, я к ним придраться особо не могу. То есть в них нету чего-то такого, из-за чего их обязательно стоило бы менять. У них мягкий силикон, есть дополнительная решеточка, которая будет защищать наушники от набивающейся туда грязи из наших ушей, пылюйки и так далее. То есть в этом плане все окей. Амбушюры не какие-то конченые, они очень хорошо держатся и, в принципе, ну, больших проблем это, скорее всего, не создаст. Но все равно немного обидно, что производители делают вот эти вот носики проприетарными. Я просто абсолютно ни хрена не могу понять, зачем они этим занимаются. Но, тем не менее, ладно бы они там рубали огромные деньги на продажу этих амбушюр, но я в этом что-то сомневаюсь. На ножке внизу есть еще один микрофон и эти наушники, они поддерживают шумоподавление, которое CVC и ANC. То есть и во время разговоров шум будет давиться. И я сейчас для вас специально вставлю фрагмент подкаста без обработки, разве что там по амплитуде сделаю так, чтобы более-менее оно все совпадало с тем, как пишет наш микрофон. И пока я смотрю в окошко, вы послушаете, как пишут звук эти наушники в шумной обстановке. Я ехал в автомобиле по ухабистой дороге в этот момент. Этот подкаст, как всегда, он имени хренового качества звукозаписи и он имени... Дима пишет его тогда, когда может и рассказывает о чем-то, о чем ему хочется рассказать. Я надеюсь, вы наслушались. Возвращаемся обратно к наушникам. Как вы видите, их форма, она на самом-то деле, ну казалось бы, безумно простая. В них ничего нет. Это очередная вариация на True Wireless наушники, полностью пластиковая. Но я не знаю, как этим чертям удалось это сделать. Они просто безумно удобные. Во-первых, они в ушах так сидят, что... Ну я не знаю, это очень субъективно, потому что форма ушей у каждого-то своя. Но я говорю за себя. Я их тупо не ощущаю. Я в них могу сидеть бесконечно. То есть, со многими True Wireless наушниками есть проблема, что они давят на раковину. Эти нет. Я в них могу находиться очень долго, не ощущать никакого давления. У меня уши не будут уставать. По этому параметру мне гораздо меньше нравятся мои Galaxy Buds, которые я про, которыми я пользуюсь. То есть, вот, они давят на раковину гораздо сильнее, там, через час, особенно если ты разговариваешь с кем-то, их хочется снять. И вот второй момент. При том, что они очень мягко и легко сидят в ушах, они оттуда не вываливаются. Они не выскальзывают из уха. Я, как я говорил, писал подкаст, находясь в автомобиле. И я постоянно говорил, и они не выпадали из ушей. И я считаю, что это на самом-то деле очень круто. Потому что с эргономикой вот такие вот тонкости, их уловить удается не всем. Huawei, в принципе, смогли. У них получилось. Из интересного, в этих наушниках есть датчик. Вот, я так понимаю, это не то чтобы датчик, а микрофон, который вам ни хрена не видно, потому что некоторые умные люди не перевели фокус. Вот он здесь. Микрофон, который, по идее, может помогать настраивать посадку амбушюр. Который, по идее, может включать жест, который мы называем «э». То есть, когда ты в наушниках, ты их изымаешь из уха один, допустим, и музыка ставится на паузу. Но я так понимаю, для того, чтобы был стимул у людей все-таки, которые хотят получать полный фарш, покупать прохи, фрибаццы. Эту фишку отсюда вы убрали. Возвращаясь к сравнению с фрибац про, здесь, естественно, тоже есть вот этот вот стебелек, или как его называют, палка вот эта, которая торчит с наушника. Но во фрибацах там есть жесты, когда ты по ней пальчиками водишь, то там настраивается громкость. Здесь этого нет. Здесь все по классике. Касание, там долгое касание, я потом в приложении, в телефоне вам все это покажу. То есть, в этом плане немного сделали эту модель попроще по сравнению с фрибацами. Но ее не упростили очень сильно. О чем я говорю сейчас. Если быть более конкретным, то здесь просто восхитительный шумодав. Как для бюджетных наушников дешевле сотки баксов, он работает охрененно. На уровне с топовыми True Wireless наушниками, которые я, в общем-то, слушал. Я не вижу огромных отличий между шумодавом в этих наушниках и, например, в моих Galaxy Buds. Этого разрыва его просто нет. И что самое важное, как мне кажется, не только то, что шумодав работает классно, а то, что режим прозрачности работает хорошо и не сильно искажаются звуки окружения. И плюс ко всему круто то, что не пячется АЧХ этих наушников, когда вы включаете шумодав. Во многих относительно бюджетных наушниках это происходит, когда шумодав врубается, увеличивается количество низких частот, допустим, или как-то иначе изменяется передача звука наушников для того, чтобы скрыть неидеальную работу шумодава. Здесь этого нет. Звук вот как при шумодаве, как при выключенном шумодаве, он вообще не отличается. Отличается только то, слышите вы окружающий шум или нет. Молодцы. По автономности самих наушников. Я их использовал в основном с шумоподавлением на чуть более высокой, чем нормальная громкость. И у меня они жили порядка 7 часов. При шумодаве или при режиме прозрачности там не сильно отличается автономность. Около 7 часов. Производитель заявляет без использования шумодава 10. Я так долго их без перерыва не слушал. Но могу сказать, что это правдоподобно, потому что где-то на 50% когда я эти наушники кидал в кейс, я до этого больше 4,5 часов их слушал. То есть в принципе правдоподобные цифры. Я не буду отрицать того, что производитель не пытается нас обмануть. Это действительно так. И именно поэтому я не считаю то, что возможность зарядить вот эти вот наушники полтора раза условно от кейса, это сильно плохо. Потому что большинство наушников сейчас работают от батарейки 4 часа, иногда чуть-чуть больше. И потом их нужно кидать в кейс. Эти вам условно дают раза в два больше. Если не в два, то в полтора. Поэтому не сильно мощный кейс, который не позволяет 5 раз зарядить эти наушники, я думаю вы им сможете простить. Тем более, что в принципе на ночь его можно раз в пару дней кидать на зарядку. Это не является какой-то большой проблемой. А в полевых условиях вам заряда этих наушников хватит более чем. То есть если вы допустим даже у вас какой-то длительный перелет, и вы в самолете постоянно хотите сидеть в наушниках, вам скорее всего хватит полностью заряженного кейса и этих наушников заряженного для того, чтобы перелет пережить с музыкой или подкастами. Вам не нужно будет заряжать кейс от Powerbank в самолете, например. Быстро показываю вам, как выглядит софт. Вам нужно для работы с наушником, нужно будет, если вы купите себе эти наушники, то вам нужно будет установить приложение, которое называется AI Life. Оно ставится через App Gallery. То есть установить его откуда-то с других мест, в принципе, можно с Play Market, но не увидите вы этих наушников в списке, доступных к подключению устройств. Поэтому качаем App Gallery, логинимся там и качаем оттуда это приложение. Как вы видите, здесь есть и наш роутер, и FreeBuds Pro. Это видео с участием, которое в обозримом будущем, я надеюсь, я сделаю. И есть FreeBuds 4i. И вот показывает нам приложение, что один наушник заряжен на 65%, другой на 75% и кейс на 1%. Потому что перед съемками этого обзора они были разряжены полностью. Но один наушник вообще посажен был, на втором было, по-моему, процентов 50%, поэтому я быстро зарядил для того, чтобы этот обзор снять. Собственно, давайте проверим, что у нас в настройках Bluetooth. Как вы видите, здесь этой подробной информации, к сожалению, нет. Ну, во всяком случае, на Samsung Galaxy S21 Ultra ее нет. Как оно там на всех смартфонах этого мира, я не проверял. В приложении, в любом случае, можно посмотреть, насколько кто у нас заряжен, включить режим, есть прозрачность, звукопроницаемость, она здесь называется, есть шумоподавление, есть выключено. И, кстати, вот по этому поводу я хотел бы отметить, что когда ты, одевая сами наушники, ну, то есть, находясь в них, ты жестом по наушникам переключаешь эти режимы, оно их комментирует. То есть, оно говорит noise canceling, оно там говорит, я не помню, как звукопроницаемость оно озвучивает, но, в общем, оно тебе по-английски, но, тем не менее, говорит словами. Во многих наушниках это переключение для тебя, когда ты в наушниках, знаменуется звуком пум, или там пум-пум, и вот это вот сиди и запоминай, что такое пум, а что такое пум-пум. И когда ты, особенно, неделю их не переключал, и потом начинаешь с этим играться, ты не можешь понять, что происходит. Если ты, допустим, на улице идешь, то ты отчетливо зачастую ощущаешь, да, что ты включил шумодав, или включил прозрачность. Если ты в офисе сидишь, и тебе, допустим, ты знаешь, что скоро придут, и там нужно будет слушать, что происходит, там товарищи твои зайдут и так далее, и пока в офисе тишина, ты не можешь вспомнить, что такое пум, а что такое пум-пум, потому что, когда эти звуки ты слышишь, после этого ни хрена не меняется. Вот, то здесь в этом плане очень классно. Мне нравится. Ну и помимо того, можно настроить жесты. По касанию левого-правого, точнее, двойному касанию левого и правого наушника может что-то происходить, вы можете сами выбрать, что вам нравится. И это, кстати, тоже очень классно, что двойное касание, потому что, когда ты шпигуешь наушники себе в ухо, ты по-любому этого датчика касаешься, и с многими в этом плане есть проблема, потому что наушники думают, что ты там что-то нажал, ты хочешь что-то сделать, а ты на самом-то деле не хочешь, но они, тем не менее, выполняют это действие. Двойное касание – это максимально примитивный, примитивный, простой, да безобразие, но эффективный способ избавиться от этой проблемы. Ну и по нажатию и удержанию. По умолчанию стоят режимы шумоподавления, можно выбрать, между какими именно вы переключаетесь, если, допустим, там простой режим вам не нужен, и, как и все нормальные люди, вы пользуетесь либо шумодавом, либо звукопроницаемостью. Минутка рекламы. Многие знают, что на сайте wuki.com.ua можно купить стекла, чехлы и пленки для практически любого современного смартфона. Как вы видите, список здесь реально тупо космический. Есть чуть ли не все, что душе вашей угодно, но немногие знают, что здесь есть аксессуары для таких вещей, как iCos. Игорь, привет! Помимо того, тут есть ремешки для смарт-часов или просто часов, есть USB-хабы, адаптеры, шнурки, и, например, даже такая, как мне кажется, чуть ли не дичь, как аксессуары для... True Wireless наушников! Ну ладно, там еще AirPods, но для Galaxy Buds Pro, пожалуйста. Есть куча разнообразных чехлов. Даже вот Spigen когда-то был, чтобы ваши любимые наушнички были же целы и не поцарапались. Короче говоря, если вы хотите себе купить какой-то интересный аксессуар, и не знаете где, то вы теперь знаете где. Ссылка есть в описании. Я уже был почти готов делать выводы, и я вспомнил, что я нифига не рассказал про звук этих наушников. Так вот, звучат Huawei Free Buds 4i, хоть и массово, они рассчитаны на среднестатистического слушателя, но, тем не менее, к ним даже с точки зрения аудиофильской, ну, можно, конечно, очень сильно там придираться, особенно если забыть про их цену, но делать этого на самом-то деле не хочется. Хоть у нас здесь и явная V-шка с акцентом на низких частотах, но, опять-таки, с этим акцентом Huawei не перегнули палку, то есть обычно, когда пытаются сильно там вытянуть низкие частоты, чтоб прям бум-колоух, они превращаются в бубнёж. Они очень сильно смазываются, там нет никакой детализации, здесь хоть и низкие выделены, но при этом у них сохранилась чёткость, они звучат членораздельные, они не... У них вот этого нет. Они панчевые, они чёткие, у них, в принципе, всё абсолютно нормально. То есть к ним можно придраться просто за то, что их немного больше, чем вот некоторым аудиофилам хотелось бы слышать. Средние, естественно, находятся в некоторой тени низких частот, особенно на записях электронной музыки, почему бы и нет, но в остальном, в принципе, они детализированные, они прозрачные, они чистые, у них всё опять-таки хорошо с детализацией и так далее, нету никаких вопросов. Высокие частоты, я бы не сказал, что сильно выделены, очень грамотно Huawei подошли к акцентам, то есть там, где звуки не пилищие, они более подчёркнутые, сибилянты и прочая мерзость, которая режет людям уши, здесь задавлено. То есть высокие они, ощущается, что они как бы есть, то есть и тарелочки слышно, и звук в целом не сильно гулкий, высокие добавляют ему вот этого ощущения, там, чистоты, прозрачности, детализации и так далее, но при этом они довольно качественные, они не шелестят, и их немного, то есть даже если вы не сильный большой там фанат высоких частот, вам не будут эти наушники ни в коем случае уши резать. Вот, то есть по звуку он массовый, но достаточно правильный, то есть без каких-то сильных уклонов в бубнящий, сильно там басовитый и перекошенный, и кривой, и уродский звук. Здесь этого ни в коем случае нет. Звучание хоть и V-образное, хоть и массовое, но оно всё же относительно более-менее, скажем так, православное. И вот теперь, наконец-то, я буду подводить итоги. Huawei FreeBuds 4i, это не Uber флагманское решение, по ряду причин, но тем не менее, они хороши, и как мне кажется, это именно те наушники, которые многие люди ждали. Почему они не флагманские, и почему мне вот то, что мне кажется? Например, здесь очень хороший флагманский шумодав, у которого нету проблем, которые можно наблюдать в бюджетных, и иногда даже более дорогих по сравнению с этими наушниками в моделях. Я не уверен, что я про это не говорил, но даже если я повторился, ничего страшного, помнить это вам не помешает. Например, здесь нету каких-то там Uber-жестов для управления этими наушниками, но зато они хорошо сидят в ушах. Здесь нет... Что здесь ещё нет? 15 драйверов, но тем не менее, даже одним динамиком наушники играют очень хорошо. Здесь нет очень ёмкого аккумулятора в кейсе, но родная автономность, она в принципе компенсирует. Я, кстати, забыл сказать, здесь есть быстрое подключение к смартфону, и есть быстрая зарядка. Наушники в кейсе 10 минут лежат, 4 часа музыку слушаете. Это, в принципе, зашибись, я считаю. Вот, то есть, по ряду причин, эти наушники, они удовлетворят очень многих людей. Они хорошо звучат, они безумно приятно сидят в ушах, у них офигенная автономность, у них отличный шумодав. Средне-статистическому покупателю True Wireless наушников этого уже достаточно, для того, чтобы он был просто безумно счастлив, и радовался жизни, и бегал счастливый, и всех обнимал. Вот, поэтому, если вы хотите, конечно, получать полный фарш, например, для вас есть те же Huawei FreeBuds Pro. Это очень хорошие наушники, они на грани безупречности, я бы даже сказал. Но, если вам не нужны вот эти вот все новомодные, убер-крутые фишки, вам просто хочется True Wireless наушников с хорошим шумодавым, приятным звуком, и нормальной эргономикой, или очень хорошей эргономикой, почему бы и нет, то вот, не переплачивая огромную кучу денег, можно купить FreeBuds 4i, и все в вашей жизни будет хорошо. Линки на эти наушники есть в описании, линки на наш Патреон есть в описании, если вы хотите общаться с другими членами нашего сообщества в Дискорде и слушать наши подкасты, которых на этой неделе вышло аж 3 штуки, ну, выйдет 3 штуки, я свой еще не выпустил, но он обязательно скоро будет. Вот, это именно тот качество записи, которого он демонстрировал, скажем так, в этом обзоре ранее. Короче, это все есть для членов нашего Патреон-сообщества, если хотите приобщиться, ссылка, напоминаю, в описании есть. Спасибо всем, кто нас смотрит, спасибо всем, кто нас поддерживает не только на Патреоне, но и лайком, и комментарием, и делится нашими видео с друзьями, нам, правда, это все очень приятно, и это все нам очень помогает. С вами был Дима, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok